Мур, привет друзья, с вами Зверько. Сегодня взглянем на нового персонажа, алхимика по имени Фарамис. Мушкитер, блин. Атос, Партос и Фарамис. Что мне больше всего в герое понравилось, так эта моделька. Красивая же. Но вы сюда не за разглядывание пришли, а за разбором по скиллам. Поехали. Пассивка. Когда крипы и мобы умирают рядом с Фарамисом, они оставляют пламя души. Подбирая это пламя, Фарамис восстанавливает себе немного здоровья и наносит урон врагу на расстоянии выстрела. Пламя летит или в героя противника, а если его нет поблизости, в другого крипа, ускоряя фарм линии. Не Виксана, конечно, но тоже довольно бодрая пассивка. Помогает фармить крипов и порой даже в бою. Первый навык. Фарамис превращается в духа и получив бонус к передвижению и защите, начинает играть в ляпки, отмечая врагов касанием. По сути, вы пролетаете через них, либо просто в упор и наносите урон. Появляются цепи, которые по завершению навыка подтягивают к вам противника, вновь нанося урон. Тут же встречаем баг. Если далеко отлететь, цепи не притягивают, но есть относительный маркер расстояния, когда цепь начинает светиться. Дальше отлетать не рекомендуется. Вообще, я вижу два варианта исправления навыка. Самый приятный, это гарантированное притягивание, как у Дигги. Отдалился, притянул. Но маловероятно, что так сделают. Поэтому, скорее всего, добавят отметку расстояния и замедление от навыка, как в случае с Ангелой. Второй навык. В веерной области после секунды прокаста наносится урон. Кроме основного, от цели отскакивает дополнительный урон в ближайшего противника. По сути, чем больше противников накрыли навыком, тем больше отскока получили и тем больше урон. Но навык сам по себе наносит мало урона. Ульта. Вот чем интересен Фарамис. Он устанавливает область воскрешения, где павшие союзники воскреснут призраками и продолжат битву. Они могут выходить за круг воскрешения, у них есть время жизни, но если их опять убьют в действующем кругу, они опять воскреснут. Пока что есть баг. За каждую смерть, в том числе воскрешенных, противник получает золото. Думаю, это быстро исправят. Или хотя бы уменьшат получаемое золото. Навык кажется им бой, но противник, увидя применение ульты, может отойти на безопасное расстояние и переждать окончание ее действия. После перегруппировки вернуться и навешать. С другой стороны, это большой шанс на камбэк. На победу за лорда и, конечно, битва у союзного или вражеского трона. Можно будет лупить по трону, не обращая внимания на противников и помирая и воскрешаясь. Правда, если добить не успели, то и ваш трон могут снести. Как видим из навыков, урон у Фарамиса небольшой, есть контроль и воскрешение. Да это же поддержка, но почему-то причисленная к магам. Будем следить за изменениями в новостях обновлений тестового. Чтобы выпуски не пропускать, подпишитесь на канал, пишите в комментариях ваши ожидания от Фарамиса и, конечно, ставьте лапки. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok